Несколько минут назад завершились переговоры президентов Беларуси и России. Встреча за закрытыми дверями длилась около четырех часов. Александр Лукашенко подтверждает незыблемость двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и военной сферах. Наши страны вместе принимают меры и в борьбе с коронавирусом. Вопросы нынешней встречи в Сочи достаточно полно затронул во вступительном слове белорусский лидер. На повестке реализация крупных двусторонних проектов, интеграционные вопросы союзного государства, совместное реагирование на возникающие вызовы. Владимир Путин подтвердил, Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства. Александр Лукашенко начал протокольную часть, то есть вступительную, доступную для прессы, со слов благодарности российской стороне и лично российскому лидеру за поддержку в непростой политический период. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время. Друг познается в беде, я это искренне говорю. Это нам урок, не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече Еврозес прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах. И не потому, что, вы знаете, мы переоценили все, что там было. Мы всегда с вами оцениваем и переоцениваем. Но, как мы с вами по телефону разговаривали еще в начале этих событий в Беларуси, что уроки надо извлекать из всех событий. И для нас тоже очень-очень серьезный урок, который мы с вами, я надеюсь, выдержали. Мы действительно по договору ОДКБ шли ровно. И, учитывая отношения между братскими народами, фактически одним народом, мы так и поступили. Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками в Беларуси, две стороны, которые противостоят друг против друга. Но продемонстрировали свою решимость, что если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы – это границы союзного государства. И никому не позволено бряцать там оружием. Экономика лежит в основе всего, а вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам. Александр Лукашенко отметил, что 10 миллионов человек в России трудятся на предприятиях, которые в той или иной степени завязаны на кооперации с партнерами в Беларуси. Наша страна активно покупает сырье и комплектующие. К тому же Россия – основной рынок для белорусских производителей. Тесное сотрудничество между странами продолжится, заверил Александр Лукашенко. Владимир Путин тем временем подтвердил взаимодействие в финансовом секторе. Так Россия планирует в ближайшее время предоставить Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов. Главы государств также обсудили белорусско-российские тактические учения. Символично одни из них стартовали сегодня. Собачиться мы можем по любым вопросам спорить и так далее, но оборона и безопасность у нас никогда не вызывало никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить. Кто-то хочет, пусть присоединяется к этим учениям. Кто-то не хочет, пусть не делает это. Я думаю, что, Владимир Владимирович, вы дадите команду министру обороны России. Наш министр обороны уже получил такую команду. Мы спланируем на годы вперед эти учения, будем их конкретизировать. И малые, и большие учения мы должны проводить вместе. Вы один из уроков нынешней ситуации в Беларуси, вы увидели. Ну зачем брязгать гусеницами у границ союзного государства Беларуси? Зачем? В сложный период, ну потерпите. Нет. 15 километров от границ выбросили недавно батальон натовский. 15 километров в Литве. Побрада. Зачем это делать? Вы правы, у нас есть план, он будет реализован, осуществляться будет. В течение года у нас и на территории Беларуси, и на территории России практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия. И как планировали раньше, так все и будем делать. Обсудили лидеры пандемию, Александр Лукашенко не исключает, вторая волна будет еще мощнее. Вместе с тем, в Беларуси этого всплеска, как в ряде стран Европы, пока нет. Владимир Путин подтвердил, Беларусь первой получит вакцину от коронавируса, разработанную россиянами. Подробности в Панораме. Продолжение следует...